И по-прежнему в центре внимания последствия чрезвычайного происшествия в Ленинском районе. Там вчера обрушилась часть дома. В этом общежитии жили около 200 человек. К счастью, никто не пострадал, так как людей успели эвакуировать. Сегодня людям разрешили забрать уцелевшие вещи. Вещи пока. Габаритные не надо выводить. Только документы, ценные вещи, необходимые вещи. Чтобы мародерства не было, мало ли, они думают, что в каждой комнате после выхода печатают. Чтобы мы убедились, что туда больше никто не заходит. Правильно? Эвакуация. Вот вы видите. Вот сейчас выносим. Вот и все. Вчера только успели документы и все. И больше ничего. Вчера было весело. Сегодня. Сегодня я понял, что жить негде. Да. Не дай бог никому. Даня такие наши, такие красивые. Ей-богу, можно вместе с ними даже умереть можно. Где-то 40 килограмм мяса в холодильнике брали. Остальные все наши одежды. Компьютер брали, телевизор это сломался. Он гарантии, недели нет. Все, больше ничего. Остальные все мебели, стенки там. Все там оставили. Пылесосы, мылесосы. На полтора миллиона у меня вещи есть там. И у меня 120 квадратных метров комната. Я не знаю, кто мне даст это. И миленький отец. Многоедельная семья. Куда нам сейчас? Минувшим вечером, когда людям было некуда пойти, их разместили в актовом зале администрации Ленинского района. Вчера же вечером с ними встретился городоначальник Олег Кондрашов. Сейчас в 11 ночи прийти в полные стены, даже с этой же бойкой. Вот куда вот, например, вот эта семья, сейчас придет в 11 ночи, по нему. Люди, понимаете, то есть лечились всего, да. Нет ни первых необходимостей, ни питания, ни детей, как будет организованное питание, нет. Все, что вам нужно будет сделать, то есть нормальное питание, вы как застеляетесь в гостиницу, это наши расходы, мы должны все обеспечить. Будут плохо кормить, будете звонить мне. Разрушенный дом признали непригодным для проживания, и половина жителей провела сегодняшнюю ночь в гостиницах, половина у знакомых и родственников. Понятно, что долго это продолжаться не может, людям нужно свое жилье. Но власти предложили пока только маневренный фонд, те, кто ходил осматривать предложенные квартиры, остались ими недовольны. Услуги ужасные, сам еще не на есть. Окна деревянные, старинные. В коридоре здесь еще. Канализации здесь поблизости нету нигде. Зайдя в комнату, в общем, хотелось блевать. В коридоре тоже. Ну, это такое общежитие хуже нашего, которое было. Там грязь, там натуральная антисанитария. Если там ценно-эпидемнадзор зайдет, там просто ее закроют. Она непригодна для жилья. Здесь хотя бы что-то. Здесь ремонт сделали, как говорится, сами. Да, я вот вижу. Отопление АГВ, горячей воды нету, только холодная. Ремонт мы сами все сделали. А вот как вы думаете, потом это останется навсегда или все же временно? Навсегда, да? Навсегда, конечно. Я тоже так думаю, что это останется для нас навсегда. Кстати, в эти минуты жители рухнувшего дома пришли к районной администрации. Прямо на ступенях начали стихийную акцию протеста. Люди требуют скорейшего предоставления нормального жилья. Наши корреспонденты сейчас работают на месте событий. И к этой теме мы вернемся в завтрашнем выпуске программы.